Боевой настрой есть, воля к победе тоже. Уже в 14-й раз во Дворце Спорта Видное прошло открытое первенство Ленинского городского округа по карате. Каждый год их проводим в декабре. Сейчас в настоящий момент 400 участников у нас из 18 регионов. Даже есть Севастополь. А еще Ивановская, Орловская, Калужская, Курская, Владимирская области. Всего 14 регионов. Оснащение Дворца Спорта позволяет без труда проводить такие масштабные соревнования. И год от года в турнире принимает все большее число каратистов. Победитель всероссийских соревнований в Казани Ярослав Чесноков и в Видном стал лучшим. За 8 лет долгих и упорных тренировок парень ни разу не пожалел, что когда-то выбрал каратэ. Очень ярко, то есть эмоции очень большие, больше чем в любом другом виде спорта. Состязание – важный момент в жизни каждого спортсмена. Это новый этап. Возможность показать свои способности и понять слабые места. Между прочим, на татаме немало девушек. Неоднократный призер областных соревнований Арина Зикеева из Орла сегодня радуется очередной победе. Ее формула успеха одновременно и сложна, и проста. Смелость, может, скорость. Как-то характер. В Ленинском округе каратэ традиционно пользуются большой популярностью. Около 600 спортсменов занимаются этим боевым искусством. Александр Немов из Видновского клуба «Десантник» больше 10 лет приносит в кабелку муниципалитета кубки всероссийских соревнований. Каратэ многому учат, оно помогает в жизни. Потому что на татаме выходят спортсмены, там ничего нельзя скрыть. Они выходят, даже маленькая долька страха будет на нем видна. И надо биться до последнего. Учат сражаться. В торжественной церемонии награждения чемпионов приняло участие заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Призовые места розданы. Победители этого года определены. Но и те, кто уехал домой от беззаветного кубка, не отчаиваются. Ведь каратэ – это больше, чем спорт. Это стиль жизни. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлядова. Видное ТВ.